ребята всем привет сегодня я решила вам показать уже результат того как я готовил котлеты из индейки просто снимать мне реально сегодня очень не хотелось я была занята полностью процессом готовки и вы знаете я могу вам сказать что когда ты делаешь что-то и не на камеру когда ты действительно полностью отдаешься самому процессу делаешь так как нужно и тогда результат гораздо лучше чем тот который будет после того как ты снимешь на камеру но не знаю в общем сегодня я сготовила котлеты я вам сейчас их покажу сыну сказал что он они вкусные поэтому результат можно сказать удался но опять же друзья надо понимать что фарш из индейки он очень такой мягкой консистенции похоже на зубную пасту и так как он был очень сильно жидким то пришлось делать максимально ну как сказать большую такую массу для того чтобы она не расползлась потому что если ты делаешь совсем маленькие такие вот котлетки как как некоторые например считают то получается очень зажаренная котлета я не люблю такие котлеты есть получается больше похоже на такие знаете корочки а я не люблю сильно жареные котлеты что это во-первых вредно во вторых честно сказать не очень люблю вот а эти получились на мой взгляд удачные самое интересное что когда я начинала готовить я попросил сына натереть лук на терке кстати говоря это лайфхак такой очень классный почему потому что когда ты жаришь лук и кто этого ты его режешь ты во первых не можешь его так мелко порезать если ты не специалист вот и получаются эти крупные коцки лука кто-то вообще его терпеть не может например у меня муж и сын они вообще терпеть не могут лук крупно порезанный они просто даже не будут есть блюдо если они обнаружат лук но по вкусу они любят все блюда с луком и иногда они просят сделать сухой лук уже жареный лук который продается в пакетах я вот кстати покажу в принципе вы можете покупать вот такие вот пакетики вот такие жареный лук пашани и делать с ним но сегодня мы обошлись в общем готовый фарш был сделан из индейки я взяла туда потерла лук сын потер взяли специи черный перец вот обычно черный перец самый простой зелень петрушки взяли фирма называется на каждый день вот я беру такую приправу нам не нравится и добавили соли немного потому что если пересолить фарш котлеты получатся очень солеными и их есть будет невозможно лучше потом взять какой-нибудь соус по вкусу и съесть уже с кусочками этого соуса нежели пересолить котлет потому что это будет трэш вот но что еще могу сказать добавила конечно же два яйца в этот фарш на килограмм килограмм получилось почти килограмм 800 грамм фарша я взяла два яйца вот друзья и что еще насыпала муки для того чтобы котлеты все-таки лепились потому что если на не насыпать муки фарш был слишком таким жидким он бы растекся и не котлеты просто бы не получились вот такой лайфхак так то давайте еще вам расскажу немножко про сегодняшний день сейчас пойду покажу вам кошка кошка сегодня дрыхнет только вечером днем и утром она носилась постоянно подходила что-то не надо было абсолютно от меня вот она носилась и у нее бывает периодами как у всех людей и животных говорю как у людей как у всех животных у нее бывает периодами то она спит спит то она берет и начинает носиться вот давайте сейчас выключу лампу блогерскую потому что она щас уже мне не нужно вот я вам сейчас еще расскажу очень интересную для себя информацию первых я открыла для себя маски для лица и я стараюсь раз в два дня но не чаще пользоваться масками для лица вот купила маска называется успокаивающая вот такая привилегия очень красиво упаковка очень для любого типа кожи кстати говоря подходит и вот знаете я заметила что именно когда пользуюсь все масками уже достаточно долго кожа становится действительно более чистой нежели когда ты совсем ими не пользуешься вот у меня были вообще проблемы с кожей очень сильные и обычно это наступало как раз в период сильных холодов и во времена смены климата смены климата когда например начиналась осень вот на фоне вот этого вот похолодания я остывала у меня высыпало очень сильно вот везде ли по лицу прыщи а потом я вот как-то заметила что я пользовался во-первых ацикловиром я пила внутрь потому что у меня как будто было какое-то прям похоже на герпес высыпание вот хотя я не думаю что это прямо было но точно не могу сказать но врач как бы когда вот увидела она говорила что там можно попить ацикловир что я даже ходила к врачу вот как-то с этим проблемой поэтому это не просто такая от себя типа я вот так купил антибиотики нет ацикловир все-таки антибиотик который ну скажем так вирусный антибиотик вот что еще могу сказать значит еще я открыл для себя вот эти вот мягкие какие-то вещи которые мне просто очень хорошо успокаивают я вот заметил что мне нравятся какие-то вот например повязки на голову да вот эти она выполняет функцию основном защиту вот намокание волос когда маску надеваешь во вторых когда готовишь что волосы не лезут в еду тоже очень удобно собственно поэтому я в этой штуке только сейчас закончил готовить вот и вот это вот бантик такой миленький мне так нравится он вообще-то омжи такой классники вот а еще я могу сказать что последние дни так как в особо некуда ходить ну мы покупали во время праздников я помню мы хотели покупали делали небольшой такой шоппинг что я себе купила я до нового года купила себе рюкзак я его не показывал вот но рюкзак могу сейчас показать принципе вы знаете я рюкзаки периодически меняю потому что мне надоедает носить один и тот же и соответственно мне нужно что-то новое в общем я вам хотел показать на самом деле рюкзак такой обычный кожзам я бы сказала стоил он 850 рублей вот магазин смешные цены мой любимый где покупаю практически большую часть сумок обуви пуховик покупала вот я не считаю зазорно покупать такой магазине потому что я считаю что вещь которую ты там покупаешь она может быть тебе послужит кого когда-то на меня год служит когда-то два ну вот я например все вот рюкзаки которые там покупала и конечно они бывают брак ручки рвутся вот в этих местах вот здесь вот и приходится я просто зашивала их но сами рюкзаки очень крепкие поэтому они фиг вообще когда износится получается с этим рюкзаком пока будешь зашивать его будешь ходить всю жизнь вот поэтому я решила хватит прибедняться постоянно ну и просто надоелось и честно сменить как как-то жизнь свою такой вот рюкзачок приятно тут есть такие отделения для кошелька там еще что-нибудь положить ключи там проездной вот и сзади тоже есть отделение для всяких там карточек банковских носит кто не носит там салфетки какие-нибудь ну и тут принципе он достаточно объемный у него из минусов всего одно отделение вот здесь вот маленькие такие кармашки из плюсов из под телефон даже под два телефона что меня радует вот а здесь можно положить там паспорт еще что то вот здесь вот например паспорт там какие-то документы чтобы более безопасно носить вот такая вот покупка он такого цвета сине-мышиного я бы что что для нашей русской погоды этот вполне нормальный цвет для меня нормально вообще люблю все синие вот если посмотреть сине-серая у меня вообще глаза серые да и как бы я люблю и свитера серые носить но мой любимый цвет холодный такой и у меня и обувь и как бы вот дубленка тоже у меня была серая вообще как-то жизнь у меня на самом деле не совсем серо данные что не означает что ну как вот недавно мы ездили в сочи развеялись немножко на недельку вот то есть не вся жизнь постоянно должна быть какой-то бурный такой бурлящий вот нас несколько такой другой темп жизни были спокойно все таки уже наверное дает на себе знать возраст хотя 42 года многих там бегают постоянно 50 там в 60 лет энергичный но не знаю мне как-то я заметил что спад энергии начинается с набором веса вот когда ты похудела да у меня был момент что я на 7 килограммов похудела мне было очень легко и я бегала а сейчас я вот смотрю мне иногда хотя я по 12 километров могу пройти до сих пор просто это привычка ходить еще с приман секретарской работы до куда я работала и курьером и секретарем одновременно разносила документы ездила по всей москве ну и просто как бы так у меня за родители приучили по сути когда ты просто ходишь ты можешь менять направление куда хочешь туда идешь а здесь как бы вот все в таком маленьком пятачке не интересно просто как катаешься катаешься энергии дофига затратил а удовольствие вот из-за этого мало вот поэтому мне вот больше нравится там на горных лыжах например там выезжаешь совсем этим скарбом которые весят там прилично одеваешь на себя оборуду этого снаряжение горнолыжное там флисовую кофту там термобелье куртку какую теплую такую непродуваемую шапку легкую такую двуслойную но тем не менее она должна быть чтобы дышала голова то что мокрою быть очки надеваешь горнолыжные от снега перчатки обязательно такие горнолыжные вот значит брюки непромокаемые какие-нибудь немецкого например производителя или там деми например это самое магазин и а на ноги там у меня люблю очень хорошо зимой луги одеть сейчас я правда их чередую с зимними такими ботинками на меху на искусстве нет но тем не менее они очень теплые даже мне кажется что там может быть даже овчина судя по тому что в них очень тепло и многие вообще не потери может даже овчина просто как-то они стоили совсем дешево проспродажа не знаю последняя пара взяла там на 500 рублей что-то вообще меня прям поразило новые ботинки классные вот что нужно человеку нужно мне например мне нужно чтобы обязательно было вот как-то комфортно я люблю ткани мягкие я люблю чистоту в плане вот что у меня раздражает например когда валяется что-то хотя я не могу сказать что у меня всегда там порядок нет бесконечного порядка не может быть в этот момент я там работаю с документами я конечно беспорядок на столе да сейчас я работаю с документ когда я заканчиваю я стараюсь убрать все как-то у меня чистый вот этот вот диван на котором спит код сейчас вот он мне уже служит 15 лет мы его купили еще когда поженились и купили вот он так долго мне служит вот первый код первый код у него правда подрал 1 а второй его иногда пытается подрать поэтому у него тут конечно есть уже изъяну но тем не менее сам диван крепкий и мне очень нравится то что он модульный вот ну а тут вообще классно мне тоже сын на нем тоже любит поспать так что ведь я очень рада что я сегодня такой вам блог сделала такой домашний такой теплый очень хотелось чтобы вам был также хорошо и тепло пока вы проводите время с моим каналом смотрите меня поэтому сейчас я вас просто приглашаю под этим видео поставить колокольчик и подписаться на мой канал поставить лайк и ждать новых блогов потому что я сейчас стала снимать практически через два дня у меня каждые два дня будет выходить видео и я буду стараться выкладывать по возможности вот так вот почаще так что друзья ждите от меня новых блогов а вам всего хорошего пока пока